Мы с Полиной приветствуем наших дорогих зрителей на нашей очередной встрече, посвященной темам условного гладания на эфирных маслах. И сегодня очень интересная тема. Для меня она не является болезненной. В этот раз я не могу сказать, что это болезненная тема, но она очень интересная, потому что она касается эмоциональной сферы. Мы знаем, что мы знаем, мы все умные, мы знаем, что не существует отдельно физического тела, не существует отдельно каких-то наших эмоций вне физического тела. Однозначно это все одно рождается в другом, одно связано с другим. И вообще у нас все взаимосвязано, все наши системы, поскольку эмоциональная составляющая это есть единое целое всей человеческой сущности. Человек без эмоций это не человек. То, конечно, эта тема, она имеет самое прямое отношение, тема эмоций, к теме физиологического очищения тела, которым мы занимаемся на условном гладании, на нашем марафоне с условного гладания, с эфирными маслами. И если уж так по традиции говорить о своих личных практиках и о своем личном опыте, то вот тут у меня немножко не совсем стандартная история произошла. Дело в том, что когда я совершила свое первое в жизни очищение, конечно, это было вообще такое грандиозное событие в моей жизни, которого не было никогда и которое я познавала впервые. И это было очень много ощущений новых вообще в теле и в голове. Но, тем не менее, у меня тогда было довольно ровное состояние. Я не могу сказать, что меня бросало там какие-то эмоциональные качели или что у меня как-то скакало мое настроение, там, от слез к радости. Нет, не могу сказать. У меня было более-менее такое спокойное, ровное настроение. Скорее, это было настроение такого наблюдателя, такого экспериментатора. Я так изучающе себя смотрела. Ну, и, может быть, это была моя история. Но вот когда я стала уже консультировать и посыпались истории человеческие одна за одной, вот тогда я обнаружила, что, оказывается, у людей во время очищения происходят какие-то удивительные скачки настроения. Вот просто на ровном месте и буквально в одном дне, не то что в одном дне, а буквально с разницей, это может быть даже полчаса, а может быть даже и в несколько минут. То есть от какой-то глубокой меланхолии, в которую вдруг человек впадает, вплоть до слез, которые льются по неизвестной причине у него, вдруг раз это куда-то схлынивает, и у человека наступает приступ какой-то безудержной радости и облегчения. И вот эти вот скачки, эти вот качели эмоциональные, они стали повторяться из истории в историю. Я наблюдала это и думала, ну надо же, ну надо же, как это. Я, конечно, уже понимала, что это действительно связано с очищением. А потом, когда я слушала школу Михаила Советова, я нашла подтверждение своим догадкам, он об этом там прямо и рассказывает, что вот такие скачки настроения, перепады эмоциональные, это очень характерная черта очищения организма. То есть если у вас перепады настроения, то вы должны радоваться тому, что у вас точно происходит очищение. То есть это один из симптомов оказался очищения, вот эти вот перепады. И поскольку вообще сам процесс очищения, вот это нужно очень четко понимать. Процесс очищения организма носит волнообразный характер. То есть вот именно как волна. И это касается не только эмоций, это касается вообще всех физиологических проявлений. То есть у нас могут возникать какие-то боли. Вдруг резко возникла боль где-нибудь в каком-нибудь суставе, и буквально через 5 минут не успел ты еще испугаться, она уже хоп, и куда-то уже ушла. Или какие-то подергивания в печени, вдруг задергалась, задергалась, задергалась. Думаешь, ну все, вдруг раз, и все, гладко и тишина, как будто бы ничего не было. Ну и это же касается и вот этих вот, не только болей, но и вот самих признаков очищения, я имею в виду, связанных с выделением какого-то содержимого из тела. То есть бывают моменты, когда содержимого очень много, буквально там извините со всех дыр, там сопли, и слюни, и пот, и вонючий, и всякий разный, а потом вдруг раз, и все как-то чистенько, и ничего не пахнет, и ты весь такой белый, пушистый, а потом опять, и вот это вот так происходит. То есть это тоже говорит о том, что очищение происходит. И еще один важный момент, это вес. Поскольку очень много же людей приходит с проблемой лишнего веса, да, именно они хотят его, эту проблему решить с помощью условного голодания. Так вот, что интересно, вес тоже ведет себя неадекватно, и он тоже может скакать. Но я не говорю, что он скачет там килограммами, туда-сюда, но граммами он точно скачет. То есть вчера это могло быть там минус 500, а сегодня, да, может быть, плюс 600. Люди просто, грамм, грамм. И люди просто бывают в шоке от того, что «Как так? Я сделала клизму, у меня плюс 600! Неужели во мне клизма? Неужели из меня что-то еще не вышло?» Вот это вот тоже здесь совершенно не надо париться по этому поводу. Можно даже не взвешиваться каждый день, потому что вот эти скачки веса тоже являются ничем иным, как симптомом очищения организма, его волнообразностью. Вот, это что касается качелей, да, качелей. Ну и возвращаясь к эмоциональной сфере, вот хочу, да, отметить вот этот факт, что люди часто испытывают какие-то странные перепады. Мне интересно, Полина, твой опыт, насколько ты была подвержена или не подвержена вот этим качелям. Поделись, пожалуйста. Ну, я вот тебя слушаю, да, и вообще, сколько я тебя знаю, ты такой волевой человек, может быть, с этим связано, что у тебя этих качелей не было. Можно. А я такая более эмоциональная, так скажем, и у меня это очень-очень четко присутствовало. Все, что ты вот сейчас рассказала, да, я прямо на себя как рубашку примеряла, то есть очень меня касалось. Вот, и я немножко по-другому для себя, как бы, ну, не то, что по-другому, а это как бы с другого ракурса, что ли, это смотрела и анализировала, да, что я исходила из того, что, конечно, вообще мы же говорим об условном голодании, голодании, то есть у человека реально голод, то есть человек, то есть организм попадает вот в это состояние, как, понимаете, not fight, то есть это состояние SOS, состояние вот это, когда организм попадает в экстренную ситуацию, когда человек попадает, организм попадает вот в ситуацию, что ему надо экстренно как-то решать проблему, у него нет еды, ему нужно перестраиваться, и вся нервная система оголяется, обостряется, вот, она вот у тебя прямо как вот проволока такая вот, которая натянутая, да, и нервы все натянуты, и поэтому, конечно, все обостряется, на все реагируешь уже совершенно по-другому, в другом, ну, как бы состоянии, ты бы сказала, а, ну, ерунда там, да, а тут буквально на какую-то мелочь ты реагируешь уже совсем по-другому, вот у меня даже было, что сейчас неприятно это вспоминать, но у меня просто даже, я совмещала, потому что у меня не получалось что-то не работать, да, то есть первый раз, по-моему, я брала больничный, вот, ну, я там врачу сказала, что у меня стресс и так далее, он мне дал там уже на недельку освобождения, вот, и я так в спокойной обстановке делала условное голодание, а потом все, и, то есть это, не могу же я одну и ту же песню рассказывать, вот, и я в другие разы, конечно, вынуждена была совмещать с работой, и тогда я очень четко почувствовала, что это очень тяжело, вот, потому что на работе нужно напряженно работать, как обычно, да, сотрудники тоже те же, вот, ты их воспринимаешь совсем по-другому, такое ощущение, что они там все на тебя ополчились, вот, и это, конечно, то есть я потом уже понимаю, что там я тому нагрубила, или там, может быть, что-то там не то сказала, вот, не подумала, да, а на самом деле, вот, я-то знаю, что за этим стоит, вот, то есть у меня очень, очень конкретно вот это проявлялось, к сожалению, вот, но, опять же говорю, конечно, самое идеальное, что, самое идеальное, когда вот ты можешь, там, быть на больничном, не работать, да, вот, но еще такой момент, что, конечно, мы можем со своими эмоциями работать, и опять же, вот, я опять же забегаю вперед, поэтому хочется, хочется быстрее рассказать про свои практики с маслами, что масла, конечно, это вообще очень супер вещь, которая помогает себя эмоционально перенастроить, да, есть практики еще, вот, имитации, тоже я об этом еще, может, скажу, что ты просто себя перенастраиваешь, и тогда уже эти вот эмоциональные скачки можно сгладить, то есть есть масса практик, которыми можно вот эти эмоциональные скачки сгладить. Ну, и вообще, надо сказать, что эмоциональная сфера, это такая самая благодатная сфера для применения эфирных масел, то есть, собственно, у людей, наверное, это первая ассоциация, которая возникает, да, с эфирными маслами, что это как-то воздействует на эмоционалку, потому что вдыхание ароматов ассоциируется с приведением себя в какое-то спокойствие, там, либо в радость, либо в какое-то равновесное состояние, то есть это воздействие запахов на человеческие эмоции, но мы-то знаем, что это воздействие идет через физиологию, да, запахи, прежде чем воздействовать на эмоции, они проходят через физиологию, через конкретный орган, да, и мы знаем, какой. Ну да, там целая лимбическая система, мы воспринимаем запахи, то есть, когда мы вдыхаем запахи, да, оно проходит через нос и попадает в такую, как бы, обонятельную луковицу, да, она вот в такой форме, если ее рассматривать, рассматривать в виде луковицы, и эта луковица, она воспринимает вот эти сигналы, и для нее это типа как шифры какие-то, да, и поскольку вот эта луковица находится прямо вот недалеко от той части мозга, которая называется гипоталамус, она туда эту информацию, как бы, отдает, передает, и там происходит, в этой части мозга, происходит расшифровка, вот, и поэтому, вот, что для меня было в свое время открытием, хотя в школе я ее-то не припомню, чтобы нам это рассказывали, хотя это обычная анатомия вроде, да, что этот, как раз, лимбическая система отвечает за память и воспоминания, то есть, это вообще гениальная тема, тут можно дальше рассуждать, какие выводы из этого делать, да, но первое, что, естественно, как бы вот эти все запахи сохраняются, да, и когда мы что-то нюхаем, да, какой-то запах нас окружает, мы сразу вспоминаем, и поэтому очень много, например, можно вспомнить, да, ты, например, там, я не знаю, идешь по улице, там, яблони цветут, цветочек вдохнул, кстати, там тоже, да, это же эфирные масла, которые они выделяют, или дерево, вот эти же торпены, и у тебя воспоминания сразу, там, не знаю, с детством, еще с какой-то твоей, например, романтической историей, с каким-то мужчиной, с которым ты была влюблена, и так далее, то есть, это очень-очень много таких ассоциаций, и это очень классная вещь. Это классно, это вообще очень прям характерно, вот именно запахи нас очень, очень четко через лимбическую систему вот закидывают в прошлое, вот ты сейчас сказала про там запах цветущей яблони, может быть, ассоциацию там с каким-то, да, романтической историей, а у меня такой немножко приземленный пример, вот у меня запах жареной картошки с луком, у нас, вот я живу на съемной квартире, у нас на этаже, кто-то очень любит жареную картошку с луком на сале, и очень часто поднимаешься, когда в квартиру, на весь подъезд стоит вот этот вот запах, и когда я слышу этот запах, меня выбрасывает прям в детство, причем не прям в конкретный день, а именно в воскресный день, потому что в нашей семье была традиция по воскресеньям, утром на завтрак, у нас завтрак был поздним, потому что все спали, отсыпались, на завтрак жарить картошку на сале с луком, и как только я слышу этот запах, я все, я в детстве, я в воскресном дне, когда не нужно идти в школу, и ты лежишь на своем диванчике, досыпаешь еще заветные полчаса, а с кухни уже запах жареной картошки, ты понимаешь, в воскресенье, класс, вот как работает, вот эта лимбическая система, это потрясающе, конечно. Да, и я еще, можно я добавлю, что я вот когда узнала про масла, я просто ждала эту аптечку, и в этот момент я начала, ну, как подготавливаться, вообще это мне характерно, подготавливаться, да, и я, когда ты дала доступ ко всем материалам, вот сейчас они там в материалах марафона находятся, там есть такая книжка, не знаю, вот она есть у тебя, кстати, в таком, как книжка, очень шикарная книжка, это моя любимая, я прям специально себе ее распечатала, называется «Эфирные масла и эмоции», что-то в таком духе. У меня в электронном язе, в электронном. Да, вот, и это меня просто потрясла, эта книга, что там оказывается, что эфирные масла оказываются, и то, что вот я прочитала про шифры, да, что оказывается, там действительно какие-то шифры, причем они не эмоциональные даже, а какие-то настроечные, что ли, да, то есть, человек через запахи может не только что-то вспомнить или там сохранить какие-то запахи, и чтобы у него на будущее осталось, а это отражение нашего внутреннего состояния, нашего внутреннего мира в данный момент, потому что я заметила, что вот, вот, кстати, у меня летом, например, были одни любимые запахи, зимой они другие, ну и вообще каждый день там может все меняться, какое у тебя вот любимое масло, я вот такую вещь, просто это было абсолютно, опять же, на интуиции, да, вот у нас были предложения там месячные, да, там идут разные, вот Дотера предлагает там масло, подарок месяца, вот, и есть еще акции определенные, и вот с одной акции там было масло лицея, я вообще не знала, что это такое, какое-то цитрусовое масло, думаю, что-то экзотика какая, дай-ка я вот его закажу, ну, я там должна была определенные правила соблюсти, чтобы это получить, я получила это масло в подарок, и я так обрадовалась, это было такое, что-то потрясающее, и вот я с этим маслом вот ходила, не расставалась, вот какой-то период времени, и потом, когда я вот эту книжку почитала, я думаю, надо проверить, что же там пишут про эту лицея, нашла, я даже не ожидала, что там про это масло, мне казалось, что оно какое-то экзотическое, я нашла, и вот у меня такое было ощущение, что я какой-то гороскоп читаю, вот что про меня пишут, про мое состояние, то есть как кто-то мог заглянуть то, что у меня в душе творится, вот, но тем не менее люди, которые этими ароматерапевтами, которые занимаются маслами, они как-то вот эти книжки писали, это же тоже какая-то научная работа за этим стоит, как можно по химическому составу масла определить, какие эмоции оно может вообще вызвать, вот, и это для меня просто было такое открытие, я потом еще дальше тоже исследовала, потом у меня был другой опыт с другими маслами, вот, например, с сандалом, вот это сейчас меня сопровождает, я потом уже, например, узнала, что сандал, и это одно из как бы основных масел для, против депрессии, например, то есть у меня как бы был, не было депрессии, но у меня было такое вот состояние, как бы плед, да, то есть почти туда зашла, так скажем, вот, и это масло хорошо, что вот опять же на интуиции, да, я это масло для себя открыла, я начала им дышать, то есть я начала его использовать, вот, там, я, ну, я не использую диффузор, я больше люблю вот через руки, то есть я намазываю на руки, я намазываю на лицо, на горло, то есть чтобы это испаряли запахи, вот, и вот это, это тоже было как бы масло, которое для меня стало откровением, потом я опять же в свою расшифровку, вот эту книжку полезла, и тоже опять же все совпало, все совпало, все мои внутренние ощущения совпали, и вообще я была, конечно, потрясена, как вот эти эмоции, да, связаны с запахом, и что мы выбираем в какой-то момент, именно то, что лучше для нас, да, что нам подходит, и мы этим пользуемся, и мы можем, скажем, успокаивать, вот эти качели выравнивать, так скажем. Да, и прям вот хочется зацепиться, вот за этот момент, который ты обозначила, как масло, как шифр, да, как какой-то шифр таинственный, как ключ к душе человека, мне прям очень это нравится, вот это сравнение, потому что для меня, например, масла, это не просто физический продукт, я называю эфирные масла, ну, наверное, не только я так называю, что это душа растений, ведь почему они эфирные, начнем с того, да, что эфирное масло, то есть, казалось бы, несовместимые вещи, масло, это масло, это жир, а эфир, это воздух, да, эфирное масло, как это так, как это может быть, оказывается, это действительно жировая составляющая, но она очень летучая, она может улететь, превратиться в эфир, в пар, и очень быстро испариться, не оставив на столе даже жирового слоя, вот настолько мелка эта молекула, и настолько она всепроницаемая, и почему она и проницает именно в клетку, да, потому что она липофильна, она соединяется с жировой оболочкой клетки, спокойно проникает сквозь нее, благодаря своему вот этому маленькому-маленькому микроскопическому размеру, самая мелкая молекула, это молекула эфирного масла, и вот это вот состояние, ну, не состояние, как сказать, понятие душа растений, для меня это больше, чем выжим, хотя я понимаю, что эфирное масло добывается либо путем прессования, либо путем паровой дистилляции, то есть абсолютно конкретными физическими методами, да, оно просто добывается из растений, оно, можно сказать, выжимается, но при этом для меня вот эта составляющая эфирное масло, она для меня все равно душа, это душа растения, это его суть, и я больше, чем уверена, что именно в этой концентрации растений и заключается вот тот самый шифр, который растение оставило там, растения нет, его больше нет, оно уничтожено, но от него осталась его суть, и оно, и вся его суть там, и для меня эфирное масло с этой точки зрения чудесные и таинственные продукты, которые, я думаю, что я еще не познала, и на большую часть я их не познала, и может быть, даже человечество еще так не познало, это что-то волшебное, я до сих пор удивляюсь, я каждый раз удивляюсь какому-то воздействию эфирных масел вот этому быстрому и чудесному, как они на нас влияют, и вот вчера у меня был очень трудный день, очень нагруженный, эмоциональный, физический, но очень много было работы, и вечером я была в таком состоянии, что я поняла, я не могу вот уснуть, я не могу уснуть, у меня мозг продолжает работать, что я беру, я беру вот этот свой любимый аксессуар, а я не вижу, а, окей, я включаю, и у меня там адаптив, ага, окей, то есть адаптив это смесь, которая тебя примеряет с любой ситуацией, сложившейся сейчас, насколько бы она ни была трудна, тяжела, стрессово для тебя, волнительна, вот адаптив, само название, да, адаптив, оно уже говорит о том, что оно тебя адаптирует к этой ситуации, то есть ситуация не исчезает, вот эти проблемы, они остаются, они никуда не делись, но ты к ним адаптируешься, ты их принимаешь как неизбежность, и ты спокойно на них реагируешь, потому что это просто прохождение твоего жизненного пути, это твои уроки, и ты спокойно их решаешь, эти уроки, ведь спокойствие это очень дорогая штука, и ее можно купить совершенно недорого, буквально за 5-6-7 капель адаптив. Я еще хочу добавить, можно добавить? Конечно. Про состав, я вот тоже хотела говорить про адаптив, потому что я тоже очень люблю эту смесь, и считаю это тоже очень такое гениальное изобретение датыра, вот, и туда входят дикий апельсин, лаванда, то есть с одной стороны дикий апельсин, он такой бодрящий, да, а с другой стороны лаванда успокаивающая, потом идет капайба, которую мы тоже уже много раз упомянули, как тоже такое успокаивающее масло, потом идет мята колосистая или садовая, то есть вот то, что у нас жвачка была, помнишь, спермин, да, вот, и идет еще туда магнолия, кстати, тоже для меня таинственное масло, я его еще не пробовала, потом идет розмарин, который ты, по-моему, очень любишь, и нероли, вот нероли тоже мне пока неизвестно, вот, кстати, магнолия нероли, вот я как раз нероли люблю, вот нероли для меня это вообще такой парфюм изысканный, я когда его купила впервые, я не знала, зачем я его купила, я его просто купила, потому что мне название понравилось, нероли, да, да, и он в роллере, что очень, я люблю очень роллеры, у меня целая коллекция роллеров, мне очень нравится, что так удобно наносить, я его, потому что его же нельзя кушать, поэтому они сразу сделают роллеры, вот я сейчас просто выдыхаю этот аромат, это просто такой, какой кайф, это не передать словами, это парфюм, можешь описать примерно, что ты чувствуешь, все обманиво, боже, это даже, вот я даже не знаю, как это описать, это одновременно и цитрус, одновременно и хвоя, или хвоя, как правильно сказать, и одновременно это еще и орехи, и какие-то, какой-то молочный такой, как молочно-фруктовый, как будто бы молочно-фруктовый коктейль, вот эта вот смесь, вот эта, настолько это приятная, надо попробовать, это божественно, это с одной стороны сладко, но поскольку я не являюсь любителем слишком сладких запахов, это знаешь как, сладко, но сладко по-мужски, что ли, я не знаю, какой-то такой сладко-мужской, мне вообще нравится мужский, кстати, вот сандал, это же тоже мужской аромат, да, я не знала, я вот женщина очень люблю, вообще сандал, это, это, это мужское масло, окей, да, вот, вот такие вот чудесные вещи, да, вот достаточно одной капли, буквально, руки к носу, и ты можешь перенестись вообще, в какие-то совершенно другие состояния, которые тебе, которые ты даже не знал, что можно быть в таких состояниях, это реально, да, очень мощный шифр какой-то там, да, очень мощный шифр, а, и, кстати, хорошо, что ты упомянула про курс, вот, да, о том, мы как-то с тобой все говорим, 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 и приглашаем на марафон, но я почему-то никак не могу упомянуть, забываю точнее, то есть для меня это как само собой разумеющееся, что, когда люди приходят в марафон, они получают доступ на обучающую платформу, где для них доступны два больших курса, ну, больших в плане теоретического материала и видеоуроков, первый курс, это как раз курс по оздоровлению, он так и называется, к здоровью и стройности, и это все, что туда может быть включено, и питание, и очищение, и применение эфирных масел, а второй курс, который доступен каждому, кто приходит в наш марафон через стартовый набор эфирных масел, это как раз базовый курс по эфирным маслам, и там можно подчеркнуть информацию, вот, начиная от самой примитивной, как можно, да, внутренне, наружной или, да, или там как-то еще, до более сложной, такой, как вот ты рассказывала про, ну, про химическое, про биохимию, потому что про эмоции и масла, да, там много уроков, и погружаясь в каждый урок, мы понимаем, что это действительно тот мир, который можно изучать, изучать, изучать бесконечно, то есть стоит только зацепиться за какой-то один факт исторический, там, из глубокой древности, когда эти масла уже применялись, там, во времена Виценны, как тебе хочется пойти еще, еще дальше, а что же было дальше, а кто еще, а какие еще примеры, там, какие-то царицы, там, жрецы, да, кстати, вот мой любимый пример про Клеопатру, да, что она соблазняла мужчин, как раз у нее было там, естественно, она могла себе позволить самое дорогущее масло, да, розы, которое вообще там, не знаю, по-моему, чуть ли не грузовик, нужно, чтобы там на баночку 5 миллилитров этой розы, и она могла себе это позволить, и она вот это очень активно использовала масло розы, и это, как бы, мужчины на нее, вот как на цветок, да, слетались, и она, как бы, на них действовала, вот, кстати, там про Клеопатру еще маленький момент, что меня тоже поразило, и тоже там, по-моему, я вычитала в этой книжке, что она, что паруса ее, ну, может, это легенда, паруса ее кораблей тоже смазывали какими-то благовониями, что делала такой запах по всему миру, наверное, где вот она плыла, и люди думали, что плывет богиня, то есть вот даже до такого доходило, вот, ну, то есть очень интересные факты, конечно, в этой книге. Очень интересные, и вот, да, и поэтому хочется погружаться, 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 и теперь нам тоже доступна роза, да, вот, и хотя она... вот это как раз и важно, что тогда это были фараоны, такие-то единицы, да, а сейчас простой смертный человек может себе приобрести и чувствовать себя Клеопатрой. Конечно, вот в чем мы, да, и прелесть состоит, что мы можем себе это позволить, и мы должны себе это позволять, потому что это самое такое, ну, не знаю, самый яркий, представитель природы, да, вот эта вот концентрированная сущность растения, это, ну, это просто что-то сказочное. Еще я хочу, вот, возвращаясь к тому, что мы говорили про качели, да, еще я хочу свое наблюдение, как бы, сказать, что действия, проверенные уже многими методами, это медитация, и к медитации, вот я испробовала очень хорошо масла, потому что они тебе действительно позволяют погрузиться и отключиться, и то, что мы, собственно, пытаемся достичь медитации, да, освободить мозг от всяких мыслей, от всего, что его напрягает, чтобы просто он побыл в такой тишине. Вот даже я, как бы, такой параллель с условным голоданием, да, при условном голодании мы пытаемся освободить от пищеварения, то есть от постоянной работы, и также при медитации мы стараемся освободить мозг от его постоянной работы, думы, да, и вот масла именно как вот эти шифры, да, они помогают мозгу, то есть как бы его шифруют на то, чтобы он расслабился, чтобы он успокоился, И даже у Дотеры есть такая коллекция йога-наборчик. Они тоже как раз посвящены тому, чтобы человек расслабился, чтобы он мог спокойно медитировать. То есть это такая перезагрузка. Я тоже очень люблю эти масла. Я чуть-чуть вставлю. Это же не только йога-коллекция, но еще и коллекция эмоциональная ароматерапия. Кстати, да, но я их просто не пробовала. Поэтому я говорю о том, что я пробовала. У Дотера, конечно, очень-очень много всего. Я просто хочу вернуться немножко к своим экспериментам, то, что я делала на условном голодании. Опять же, как выясняется, мужское масло, сандал, оно мне очень хорошо пошло. И еще две вещи, которые мне помогали. Из классических, античных, помнишь, была акция с античными маслами. Я не знаю, насколько у вас они постоянно. У нас не только была акция буквально. Надо было хватать. И я вот хватанула. Вот Мирт. Это почему-то стало мое такое любимое масло. И оно тоже... У меня сейчас все время сумочки с собой. Вот именно вот это трио такое. Мое личное. То есть сандал, Мирт и еще смесь Баланс. Она вот почему-то мне больше, чем Адапты. Хотя Адапты тоже очень люблю. Но она мне зашла как-то больше. Я вот хотела сказать, что там внутри, в Балансе, она как раз с хвойными такими вариациями. Вот там масло геля, дерево Хо. Я правда не знаю, что это за дерево. Потом там еще голубая пирма и голубая ромашка. То есть не какая-то там ромашка, да? А голубая именно. Вот. И вот эта вот комбинация, она действительно... То есть опять же название говорит само за себя, что она приводит тебя в Баланс. И вот мне очень хорошо помогало. И особенно, когда я вот пыталась медитировать, потому что я еще не считаю себя таким долгом в медитации. Но я уже почувствовала тоже результаты, когда действительно ты можешь расслабиться. И как бы отключить мозг на время, чтобы дать ему успокоение. Вот. И вообще, я еще хотела сказать, что... Я же не сижу там, да, что я что-то проэкспериментировала и молчу. Конечно, я рассказываю. У нас для этого специально есть чат. Да, я тоже об этом вот хотела еще сказать. Тем, что помимо теории, что каждый сидит там в книжечку и смотрит, и сам по себе читает. Конечно, мы все делимся. Вот. И для этого у нас существует чат, где мы все активно общаемся. И даже вот мне очень понравилось, появилось там по обиходе вот это слово аромофея. Да, оно меня очень заряжает каждый раз, когда я вот это вспоминаю об этом, что я все-таки фея. Потому что масла, как мы говорили уже, это как нечто даже магическое, можно сказать. Ну, понятно, что это все объясняется. Можно разложить по полочкам с научной точки зрения, что там за это стоит. Но мне больше нравится вот в этой магии пребывать. Я, конечно, буду рада, если у нас появятся новые аромофеи. Поэтому я всех приглашаю, чтобы тоже экспериментировать с маслами, наслаждаться и чувствовать себя клеопатрами. Кто у нас еще были такие женщины, которые в историю вошли. Я думаю, многие, любая женщина пользуется парфюмом. Но парфюмы, это, как мы знаем, это пародии. То есть это какие-то искусственные вариации на тему. Хотя первые парфюмы-то делались из натурального. А потом уже с целью экономии начались вот эти подделки. И современный парфюм, это как раз такие подделки под то, что нам дают в натуральном виде сами масла. У меня, кстати, вот есть, только я сейчас не поставила рядом с собой, была в Германии у нас акция спрей с маслом розы. То есть там просто вода и масло розы. И вот ты шикаешь, я вот сейчас у меня, это тоже ходовое, ходовой такой продукт от Дотеры. И он был очень даже по карману совершенно где-то там где-то 30 евро стоил. То есть это вообще, скажем, абсолютно ничто. То есть любой парфюм какой-то дорогой, с искусственными компонентами, он стоит гораздо дороже. Вот, поэтому как бы я вот всех с распростертыми объятиями, как скажем, призываю, приглашаю в наш чат, в наше общение. И стать тоже такой аромофеей. Да, ну и хоть мы тут говорим про аромофеи и Клеопатры, но я хочу сказать, что мужчины тоже вхожи в наш мир. И хотя они не аромофеи, но у нас есть аромоволшебники. Аромоволшебники, у нас, ну, мужчины относятся к маслам более прагматически, я заметила. У нас есть мужчины, у нас их немного, но они есть. И они пришли в марафон решать конкретные проблемы, причем проблемы серьезного порядка. Поэтому мужчины относятся, как правило, к маслам прагматически. Вот, но что касается вот эмоциональной сферы, здесь вот такой интересный момент есть, что вот если, допустим, мы говорили про пищеварение, про ЖКТ, мы называли определенную группу масел. Если мы говорили про аутоиммунные, мы добавляли еще какую-то группу масел, скажем, для протокола. Когда речь заходила о стоматологических проблемах, то это явно были совершенно конкретные масла, которые именно можно применять наружно, надесно. Но вот когда речь заходит про эмоциональную сферу, здесь спектр масел огромен. Это практически все масла. Почему? Вот интересное наблюдение, да? Я думаю, ты тоже уже это заметила, что когда человек не знает, что ему нужно из масел, он может просто начать нюхать. И вот то масло, которое ему зайдет, как говорят, да, вот это как раз и есть то масло, на которое указывает этот шифр и который соединяет систему человека, ну пусть назовем ее лимбическую, да, с этим маслом. И вот тут срастается. О, вот оно. Вот это мне нужно. То есть, если к какому-то маслу есть отторжение, сразу делаем вывод, что в данный момент вот это масло, оно не нужно организму. И организм об этом ясно говорит. Но если есть прям серьезная тяга, вот как у меня к нейроли, я даже не могу оторваться, несмотря на то, что у меня там адаптив, да, вот этот нейроли, он просто перекрывает. У меня аж слюни идут вот. Это прямо вот мое. Полина, если появятся нейроли, пожалуйста, обязательно. Да, да, у меня, у меня вроде есть сейчас. Я просто как бы не обращала внимания. Я не знала, что, может быть, у меня тоже так зайдет. Причем масла-то ведь раскрываются на теле в основном, правда? Ведь не случайно. И случайно же тебе нравится дышать с рук. Именно на руки наносить. Да, потому что из флакона это одно. Через диффузор это другое. Через ладони это третье. То есть, вот тут каждый может сам для себя выбирать. И это зависит от ситуации. Бывают ситуации, когда именно в дыхании через флакон прям спасает от какого-то, ну, токлизма. Вот, скажем, допустим, муж у меня, да, если ему дурно дышать, там, из-за астмы, ну, вот как раньше было. Сейчас он даже уже и маслом не пользуется, потому что уже все нормально. Вот. Он прям брал флакон вот так, вот сюда его, да, вот этот, прям вот так. И просто буквально там внюхивал до дна там его весь этот флакон, образно выражаясь. Разные есть ситуации. И вот именно чем и хороша вот эта эмоциональная тема, что здесь человек волен в своем выборе. Здесь нельзя ошибиться. Если, скажем, можно ошибиться между дайджи, дзен и диплу, да, и это будет роковая ошибка. Это опасная ошибка, это роковая, потому что диплу мы не применяем внутрь, да, это для суставов, а дайджи, дзен, это для ЖКТ. Но они, у них у обоих синие наклейки, и некоторые могут перепутать. То вот, что касается эмоционалки, то здесь бери любое масло, пробуй, вдыхай аромат, потому что эмоционалка – это всегда на уровне ароматов. И понимай, к чему тебя тянет. К орегано, вот этому жестокому орегано, который ты любишь, да? Хотя я его очень люблю. Вот ты тоже о чем-то говоришь. Я его даже без разведения наношу, у меня нет никакого раздражения. Меня просто тоже прямо его впитывает. Это просто вообще супер, конечно. Это вот супер показатель именно того, что твой иммунитет сейчас нуждается в очень большой поддержке именно со стороны орегано. Ведь орегано – это иммунитет. Я тоже каждое утро наношу на стопы себе, на подошвы орегано, но я роллером в разведенном виде. Если ты вот так его любишь вплоть до того, что ты его кушаешь с салатом и добавляешь. Да-да, я его обязательно в салат. Это прямо вот четкое указание на потребность в этом. Видишь, как хорошо, как здорово, да? Как здесь все показательно. Да-да-да. Мы же не можем вот так применять пилюльки, там, да, лекарства. Они ни о чем не говорят, да? Там, что прописал врач, что и принимай. Оно никак не пахнет, вернее, оно все одинаково химическое. А тут ты можешь выбирать, что тебе нравится. Вот это вообще сказка. Причем интересно, что тебе не обязательно это понимать, да? Да. То есть то, что с научной точки зрения, вот именно, опять же, работа с интуицией. Я считаю, что работа с интуицией – это вообще очень важный компонент, потому что твоя душа, да, то есть я так назову, ну, может, кто-то по-другому называет, но вот этот компонент, который интуиция, душа, да, она как бы с тобой проговаривает, то есть вот со своим внутренним «я», который ты можешь успокоить, который ты можешь там как-то по головке условно погладить, да, вот это внутреннее «я», с ним очень хорошо работать через масла, да? То есть это как бы действительно масло. Вот что я вот забыла, хотела сказать, что для меня это вот даже больше как такой тайный язык, что ли, да, вот эти шифры масел, то есть как бы эти, как ты говоришь, умершие там растения через свои вот эти масла, через свою душу, они с твоей душой разговаривают, и они тебе помогают, то есть они не уходят в никуда, да, ничего не уходит в никуда. Есть закон сохранения энергии, там мы знаем об этом, то есть вот это передаётся, этот подарок, что ли, свыше тебе, чтобы пользоваться этим, чтобы оздоровляться, чтобы твоя душа тоже дальше как-то развивалась, была здоровой, в смысле, что на психическом уровне, на психологическом уровне, на эмоциональном уровне, чтобы мы были здоровы, и чтобы мы вот в гармонии были с этим миром, собственно, то, к чему мы и стремимся все, да, чтобы, несмотря на все вот эти жизненные обстоятельства, мы всё равно продолжали жить в мире, с миром в душе тоже, да, чтобы у нас была гармония, и чтобы это был как бы наш основной принцип жизни, тогда у нас будет всё сбалансировано, и всё будет получаться, и мы будем чувствовать себя счастливыми, собственно, это тоже цель наша, да, он для того здесь рождён, чтобы познавать этот мир, чтобы любить этот мир, любить эту жизнь, и чтобы чувствовать себя счастливым. Да, частичкой этого мира, в котором ты пребываешь. Это самое главное, тогда ты со всем будешь, со всей природой, со всем этим миром будешь балансы, если ты будешь его принимать, и для меня вот, Масла, как раз почему я уцепилась вот за эту эмоциональную тему, да, что для меня это вот такой, такая помощь, большая вот в преодолении всех этих сложностей, вот этих всех качелей, то есть действительно такое спасение, скажем. Да, и, конечно, нельзя не упомянуть в сегодняшнем разговоре технику АТТ. Да, я хотела сказать, но думала ты приберегла её попозже. Ну да, потому что это вот прямо вот та самая вишенка, наверное, на торце, да, которую мы сегодня так тщательно резали на куски, и вот эта вот вишенка. Ну, для непосвященных людей, конечно, эти, эта аббревиатура мало что говорит, да, техника АТТ, но это ароматач по-другому можно назвать, то есть прикосновение. Да, аромоприкосновение. Это особая техника. Я к моему большому стыду и сожалению, я ещё пока не дошла до её подробного изучения, я только по верхам просканировала. Я, кстати, уже изучила, могу рассказать. Ты молодец, вот, и просто видишь, у меня не дошли руки, но я себе это поставила галочку, что я обязательно дойду до изучения, это, в общем-то, несложно сделать, это достаточно просто взять этот набор, приобрести в Дотере, набор, который так и называется, АТТ Ароматач, и к нему в подарок, бесплатно идёт курс обучающий именно по технике аромоприкосновения. И это что-то вообще необычное. Во всяком случае, вот, поскольку мы не так давно с этой темой, да, с аромоприкосновением, но вот те отзывы, которые в наших чатах пишут люди, которые уже начали это применять по отношению к своим близким, к семье, я вижу, что это совершенно какие-то волшебные, нереальные отзывы, все просто чумовые от этой техники, она творит с людьми что-то необыкновенное. Это какая-то любовь возникает, да, это какие-то совершенно вдруг какие-то открывшиеся новые чувства, какие-то состояния. Ну, даже ты, я помню, ты рассказывала. Да, да, я уже хотела рассказать. Да, вот своё впечатление, я прочитала, когда твоё впечатление, я поняла, что да, это действительно что-то... Я хочу вот как очевидец, скажем, очевидец, опять же, практик, потому что я, видимо, у меня судьба такая быть практиком, да, с самого детства на мне что-то испытывается, вот, и моё тело, именно какой-то испытательный полигон, вот, но здесь вот в позитивном смысле я хочу, потому что я люблю пробовать, я люблю даже иногда рисковать, вот, и это позитивный такой риск был в данной ситуации. Мы с подругой, поскольку сам же себя не помассажируешь, да, мы с подругой договорились, значит, осваивать, она вот сейчас как раз абсолютно по другой теме, она почему-то решила, вот, что я буду делать массаж, и я ей говорю, а вот ты знаешь, у Дотера есть вот такая штука, целая там техника, она говорит, о, да, давай, я хочу узнать, в общем, я ей показала, вот, и мы вместе посмотрели эти видео, причем я это скачивала там, по-моему, в Европе, этого курса нет, но там есть пара видео, которые, если вот кому будет интересно, да, если человек заинтересуется, в наш марафон войдет, я с удовольствием дам это видео, и там мы посмотрели, вот, прямо по шагам все показывается, мы это все сделали, и друг друга, вот, просто сеансы друг друга делали, мы даже договорились, что там будем встречаться раз там в неделю, может, на выходные, и друг друга вот это делать массаж, я вот, мое первое впечатление, вот, я была где-то даже вечером, где-то часов восемь, вот так мы это сделали, я была как пациент, и потом вот раз, я встаю с этого, кстати, у него профессиональный такой вот, как стол, или как это, вот, вот, и я встаю, и у меня такое ощущение, что меня как перезарядили, вот, как бы, хоп, перестартовали компьютер, да, ну, биороботы опять в теме, вот, я встаю, и я чувствую себя, что у меня столько сил, как будто вот я утром проснулась, вот, как просыпаешься с таким же ощущением, утром, свежий, бодрый, и побежал делать свои дела, вот, и это вот как, ну, да, кто-то вот сказал, что перезагрузка, нервной системы, то есть это потрясающе, конечно, было, я не знаю, насколько у меня получится, вот, на следующем условном голодании, это делать, поскольку, все-таки, ты зависишь от другого человека, вот, а у кого, в семье, это вообще супер, это могут супруги друг друга делать, я, кстати, вот тоже слышала, многие об этом говорят, что связи, вот, такие чисто личные, да, они усиливаются, то есть, через руки вообще идет такое доверие к человеку, это, это просто потрясающие какие-то вещи, вот, я тебе тоже советую, нашу команду, я прям, да, может быть, даже вызыватели этого наборчика, я возьму, потому что я чувствую большую потребность, пока что я только вижу отзывы, и даже вот моя собственная дочь, она уже его, там, пару месяцев назад уже взяла, она прошла этот курс, и она делает этот массаж своему молодому человеку, и, ну, что уж вроде парень там, да, спортсмен, но он тоже говорит, вау, что это было, да, это волшебно, и, ну, как бы, все-таки возвращаясь к теме того, что мы говорим-то про условное голодание, я хочу сказать, что на условном голодании вообще всегда обостряются, вот эти все обонятельные дела, это все очень сильно обостряется, ну, вплоть до того, что вы замечаете такие запахи, которых вы раньше никогда не замечали, опять возвращаясь в свой опыт прошлый, я помню, что я шла по улице, находясь на условном голодании, там, на какой-то неделе, второй или третий, не помню, и я замечала все запахи, которые были от проходящих людей, просто человек прошел, и я понимала, да, что у него, там, не свежая футболка, или что у него, там, в сумке завелась плесень, да, или то, что, там, он на потное, там, тело побрызгал дезодорант, или там, что-то такое, вот это все очень-очень ярко бросалось в нос, и, вот, как бы, да, понимая это, что действительно идет обострение всех, вообще всех органов чувств на условном голодании, то вот эта практика соединения эфирных масел именно на условном голодании, она просто как по оголенному, она идет, настолько она четко, она прям вот входит вот в этот процесс, да, настолько она максимально дает эффекта всякого разного, и выравнивания эмоционального, и выравнивания физиологического, да, то есть вот все вот эти вот качели, которые человек испытывает на условном голодании, эмоциональные, физиологические, всякие разные маслами, это очень хорошо выравнивается именно вот на условном голодании, я даже больше чем уверена, что человек, который уже взял за практику использовать эфирные масла, он в дальнейшем будет чувствовать разницу в восприятии масел одного и того же масла на УГЭ и вне УГЭ, это будет разное восприятие, настолько у нас, да, все обострено и оголено на УГЭ, но в хорошем смысле обострено, в хорошем, что чувства обостряются, мозги обостряются, восприятие жизни, все, ты на все смотришь другими глазами, вот, в общем, тема такая, что можно говорить бесконечно, да, прям слюни текут по этой теме, вот, но надо уважать зрителей, да, что мы не можем делать запись бесконечной, и чтобы делать этот разговор более глубоким и продолжительным, нужно просто войти в марафон, и попробовать вот это все на себе, в наш вечный марафон, в наш вечный марафон, войти в это сообщество людей, влюбленных в эфирные масла, и просто примерить на себя вот эту одежду новую, да, и пожить в ней, и почувствовать, как она хорошо сидит, эта одежда из эфирных масла, это нечто, это нечто, и вот на этой ноте я завершаю нашу сегодняшнюю встречу, и благодарю тебя, Полина, и призываю вас, дорогие зрители, вы никогда не пожалеете, если вы придете в наш бесконечный проект, под названием «Марафон к здоровью и стройности», и соедините свою жизнь с эфирными маслами, Полина, практик, эксперт, гуру, теперь уже не побоюсь этого слова, гуру применения эфирных масел на условном голодании, многому может вас научить, открыть вам на многое глаза, приходите, независимо от того, какого числа, месяца и года, вы смотрите это видео, помните, что наш проект бессрочный, и войти в него можно в любой момент, заходите по первой ссылке под видео, пишите по линии в речку, контакт указан, пишите все вопросы, что вас смущает, что вас напрягает, не знаю, все, что непонятно, все, что вы хотите выяснить, мы абсолютно открыты, и ко всем контактам, и мы всегда обязательно всем отвечаем на вопросы. На этом я... Я могу только присоединиться, да, и тоже пригласить всех в наш клуб, так скажем, в наш марафон, и мы действительно рады любому, и я лично тоже буду обязательно отвечать на все вопросы, и будем помогать решать какие-то проблемы. Спасибо, Полина, и до встречи, дорогие друзья. Всего доброго вам. Всего доброго.